Что будет происходить? Это юмористическое казино. Вы все, когда пришли сюда, заплатили какую-то небольшую денежку, мы их сложили и придумали такой небольшой фонд. Фонд будет состоять из 10 тысяч. Это немного, потому что это же Москва, нахуй вам деньги, у вас они есть? Поэтому мы делим это все на 10. Получается 10 вопросов по 1 тысячу рублей. Каждый из вас будет задавать нам, комиком, мне и человек, которого я не могу называть. Кто это? Вы же все слепые, вы не видели его на офисе? Поэтому вы будете задавать нам один вопрос. На этот вопрос за 3 минуты наша задача смешно разогнать в жанре стендапа и вообще, чтобы вам было весело. 3 минуты. Если нам это удается, то деньги человек, который задает вопрос, не получает. А если мы обсираемся, то вы получаете кэш. Казарь. Это очень приятная история, особенно если вы все нищие. И тут планировали по выходу отсюда пожрать снега, пососать сосульки или просто... Такси на такси, да? Да, ну просто хуяр на такси, да. Взял, едешь, тепло, он там типа, блядь, чего рекомен, воняет, а ты кайфуешь. Ну что, как бы человек хоть пожрал, в отличие от тебя. Перед тем, как мы начнем, мы сейчас выберем одного человека, у которого есть часы, потому что он будет таймером. Он будет тот, который будет говорить, стоп, или кивать, еще не стоп, или давайте. Ну то есть он в нашей команде, но он не будет, естественно, ничего не получит за это. Но, как бы, нет, ну а как, вы хотели, да как, типа, ты с Грудининым, он выиграет, ты хуй. Ну то есть, понимаете, как бы, у вас есть часы? Вы хотите быть таймером? То есть вам нужно будет... Это твоя мама? Мамка сделает, то есть шутки про мамку будут сегодня, ну то есть... Ну не хочется вам маму-то, она потом придет. Куда ты, блядь, привела, я на штуру, за пиздец, блядь, какие часы? Мне пришлось доставать эти свои кукушки, я же мамка. Так, нет, мамку оставим, пускай она покайфует, все. У тебя есть часы? Хочешь выйти, просто внешне вы вроде умные, а? Судьи, кто же будет решать, смешно было или нет? Это вы, наши уважаемые зрители, да? Да, и вы, ребята. Мы... Ну если будет драка вот в этой части, вам пиздец, понимаете? Там с мамкой еще можно побороться, там, до удара Е, себе один, а тут как бы без разговора. Просто хуяк, ребята. Подождите, помянуть? Помянуть. Только... Ну, внешне ты был другой. Вот я говорю, вот. А ты, возможно, значит, умный, потому что внешне ты вообще... Я предлагаю сейчас громко поаплодировать, к нам идет коллег, с которым мы будем все это делать, Виктор Скомаров. Здорово, ребята, здорово. У нас слишком много лжи в мире. Ложь везде. Я предлагаю, чтобы везде была правда. Майонез тоже, знаете? Никогда семья не ест майонез вчетвером, это пиздеж. Всегда муж нам на хлеб, и она такая, нахуй ты это ешь, Валера? Все, бля, холестейтер... Ты представляешь, в каком ужасном мире будем жить, если все будут говорить правду? Ну, почему ужасно? Типа, Лада, хуевая машина. Ты такой, гублю. Тесть уже. Секс будет недолго. И не у тебя. Ну, то есть... Ну, не стал бы заниматься сексом. Ну, то есть, кто после фразы будет недолго, я как раз тороплюсь. Ну, то есть... Благодаря лжи мы существуем. Согласен. Вот, например, ты же сказал, что будет смешно. Да, так. А если бы ты сказал правду, они бы не пришли. А они не пришли, это что, люди? Это половина дельфинов, то есть, да? Если бы было везде правду, ты просто представь эту мгновенную ситуацию. Ты пишешь девушке, что делаешь? Спишь? Он такая, какаю. И я какаю. Ну, типа, и сразу есть о чем поговорить. Да, а так спишь? Ммм, сплю. А сама какает. Это... Вы не попадали в эту ситуацию. Когда это все происходит в одной комнате, это же видно, пиздит. Да ты какаешь? Я говорю, не, я сплю сейчас, Сереж. Сразу ложь. Мне нравится, как ребята под этот разгон про говно цедят вино. Да, да, да. Просто это крымское вино, говняное. Это было лучше. Ты что, будильник поставил себе? Любые вопросы, которые мы начнем разгонять, поднимайте руку и просто спрашивайте. Все, что вам заинтересует, абсолютно. Грэш. А почему мозгой? Нет, ну, тупее. Какой может быть вопрос? Первое, что тебя волновало, то есть все время, которое здесь, ты задавался... Так, почему двое? Я не понимаю, это мало или нужным третий? Это на два человека больше, чем ожидало, понял? На фишу заявлено два. Почему у вас двое? Почему мы в том же месте, в котором было планировано, почему у вас двое? Почему все так, как вы обещали? Мы в России живем. Да, можно вопрос, значит, можно вопрос. Так, 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 и почему у нас трое, что ли, блядь? Что случится, если добавится на Комарова? Чем не надо, но понятно. Шоу математики. Давайте, вопрос, на который мы будем разгонять, стендап 3 минуты. Почему лучше ездить на границу, а не в России? Спасибо большое, диле, спасибо большое. Ты можешь ответить, диле, а ты точно можешь знать. Да, кстати, я рожал. Потому что я рожал. Конечно. Сидел там, пышался в Венгрии. Где? В Венгрии. В Венгрии. Десять месяцев ничего не выходило. А потом ты придумал это шоу. Ты-то в России уже. Когда, видимо, акушерка кричит, ты в Испании, человек. Ну, слава богу, выходим без проблем. ВВП страны! Он либо что? Это, блядь, член! Я сижусь, он такой еще. Слишком рано. Слишком рано. Доктор, ну скажите, что это Нью-Йорк, типа что? Как я мне скажу, тут зеленый воздух в помещении. Люди рожают за границей, потому что ребенок получает гражданство. Не будем скрывать. Поэтому мы здесь, на самом деле, когда говорим за границей, мы имеем узкое количество стран. Например, мы по факту говорим только об Америке. В Польше никто не летает рожать. Только если они пролетали над Польшей, и она родила в самолете. Да. И то ребенок, типа, что говорит, в любом случае, он говорит, что... И я ей, говорит, не регистрируйте меня здесь, над Польшей. Потому что, говорит, мы лучше, вот мы пролетали над деревом, давайте вот лучше... Место рождения? Сосна. Ну типа, похуй бы, ну что, намного больше перспектив родиться на сосне, чем родиться в дереве. Ты можешь стать белкой, орлом, понимаешь? Там типа шишкой. А типа, родишь из Польши, ты можешь стать поляком и кулить. Ну типа, какая, тебе никто не... Эшшш! Ну белка, ты белочка нанавишься, а поляк так делаешь, типа, что... Типа, эшшш! О, ищи, креми же, поляк, ну, суши, по орехи. Или, типа, эйф... Я знаю, почему к Русским за границей плохо относятся — ты туда едешь и вот так вот едешь — «Поляки так для тебя говорят?» Ты понимаешь, что ты, когда по-русски говоришь с поляком, он, может быть, только делает, что тебя не понимает? Да, да. Я вообще в дупло. Ну, типа, они же где-то живут, они же должны где-то жить, в поляке. Где живут поляки? Ты примерно понимаешь? В полячной. Ну то есть... Так, да. Да, да. Всё, это нормально. Открывайся, ёпка. Да. Да, да, да. И... Да. Или нет? Не счастяйся. Ещё рублей. Мы выиграли ещё рублей. Ещё вопрос. Да, прошу. Почему боксёрские перчатки называются перчатки, если это валежки? Глобально. Ну что ж, у нас тот человек, который фишки.нет, собственно говоря, заполняет. Раньше, в далёкие времена, в 2007-м, ну, когда только зарождалось, были перчатки, на самом деле. Было слишком, ну, опасно, потому что лезли в глаза боксёры другим. Это было грязно. И... Ты сейчас, ну, реально отвечаешь, типа, да? Да. Уйди. Сейчас. Узнаем. И... И было решено сначала заменить... Ну, они как-то тестили всю эту историю. И сначала у них правая была только варюшка, они сделали. Я надеюсь, там будет какой-то такой пиздец. Ну, типа, что вы такие, к чему он ведёт? Ты ещё не жалко за такое? Я думаю, этот вопрос задают на кастинге в принятие секцию бокса. Ну, типа, если ты задумываешься об этом, когда тебе надевают, ты такой, почему эти перчатки? Это же варюшки. То тебе говорят, тебе снимают, говорят, тебе не надо. Ты молодец. Ты обратил внимание. Мы берём тех, которые... И понеслась. А почему, например, платок, а не кусок тряпки? Вы думали об этом? Ну, типа, какой это платок? Там, как бы, ни тока, ни к плача. Ну, то есть, почему платок? И так можно дофигища назвать вещей. Почему куртка, а не две штанины и тряпка? Ну, типа, или почему штаны, а не рукава сшины прямо здесь? Интересный вопрос. На самом деле, вопрос, который... Спасибо тебе большое. Ну, хочется ещё выиграть. Вот такой вопрос. Такой вопрос. Извините, а как вас зовут? Людмила. Людмила. Людмила, а вы надевали когда-нибудь боксёрские перчатки, которые, вы как утверждаете, варежки? Вы надевали когда-нибудь? Нет. Ну вот, они внутри перчатка. Да, это просто толстая шкура, понимаете? Там внутри для каждого пальца своё отделение. Да, это перчатки диабетики. Они, потому что, они вроде такие были нормальные, потом сахар. Раз подскочил, они такие, да ладно, пирожное-то пирожное. Всё, у них пошло увеличение тела, растяжки. И потом они ходят, типа, потом, вот как бы, поэтому они перчатки. Ты вглядитесь, посмотрите в душу, ну, то есть загляните туда, вовнутрь, в дыру. Там внутри грустный человек, ну, перчатки. Я восхищаюсь с тобой, что ты не сдаёшься, ты не признаёшься. Всё, да? А, вот только сейчас три минуты прошло. Закончился, солны. Серьёзно? Да. Голосуем. Нет. Три. Ушёл Казарик, давайте его аплодируем. Ушёл Казарик. Людмила. Людмила. Людмила, ваши аплодисменты, Людмиле. Ага. Ну, в России сейчас всё хорошо, у нас есть нефть и газ. А что будет с Россией, если нефть и газ закончится? И так закончились твои волосы? Как и нефть-газ в России. Кстати, да, есть же, ну, запасы, ты понимаешь, о чём я. Ты ещё можешь, как бы, так скажем, доставать кое-откуда волосы лет 30. Даже продавать куда-нибудь, типа, в Элузиану или куда там, типа, да. Кстати, почему переработанные волосы стоят так дорого? Ну, типа, литр волос твоих стоит сейчас... Бары. Бары волосы. Да. Но если бы не было, что в России будут добывать? Мы будем экспортировать сиськи. У каждой женщины две. Зачем две? Вам достаточно одной. Некоторым даже не надо вообще сисек. Согласитесь? Вот вы. Вот вам же. Ну, видно, что вам даже не одели. Ну, то есть... А вот, женщины, вы три одели, да? Я, судя по... Я думаю, Путин лично спустится в яму, чтобы... Нету, да? Точно. Точно нету, да? Окей. Представляете? Чтобы убрать всю нефть... Вот ты вот, послушай, ты сейчас просто не понимаешь, что происходит. Да я тебя объясню. Нет, с помощью трубок там внутри озера, много нефти, огромные залежи. Получается заполненный пустой пространство. Если все это убрать, все убрать, вот из-под нас всю нефть, Россия опустится на дохера времени. Мы все будем в огромной яме находиться. Просто глубоко-глубоко. И мы, короче, вот это вот дойдем до низа, до низа, а там кроты. То есть там... Это здесь люди, а там кротов. То есть представь ситуацию. Ты идешь по улице из магазина, из Дикси, выходит женщина. Ты такой, заебись. А если выходит крот? Ты просто такой, крот, блядь, такой хуенный. Вы понаехали. Потому что мы понаехали к ним. В этом случае будем, понимаешь? Мы сейчас как, ну, в Кавказ, понаехали. Они как кроты для нас. А мы, я понимаю, это странно звучит. Но, по сути дела, они здесь. И мы, получается, придем к кротам вниз. Это будет скандал. Как же это сложно за три минуты сделать. Окей. Может пять? А? Может пять минут? Может быть и пять. Это вот как с аэпийской. Три, может пять? Нет, три. Нет, брат, три. Какие условия? Да, да. Три, да, уже. Четыре. А пятый? А, ты нет, да. Наш касай. Да, наш касай. Аплодисменты. Давайте. Трейл Маз запустит ракеты. Что нас ждет на Марсе? Я надеюсь, что нас на Марсе что-то ждет, а не кто-то. Потому что если нас ждет кто-то на Марсе, нужно сразу стартовать обратно на землюшку и говорит, там есть кто-то. Не та планета. Если мы туда прилетим, мы там реальные инопланетяне. Облом. Потому что вот бывает такое, ты заходишь в лифт, а там уже трое стоит. Они на меня смотрят, типа, там наш лифт. Типа. Нет, да. Среди инопланетян мудаки. Ну, в целом, я думаю, что в общей статистике, наверное, и среди инопланетян есть неудачные. Да. Такие просто мудилы, знаешь. Такой, который, знаешь, ракету так криво паркует. Да, да, да. Дурак такой. Что за первый раз написано же? Для инвалидов. А там, типа, депутат, этот, марсианин. Да, марсианин-депутат. Такой, да мне вообще... У него три писки. Вот даете, вот даете, вот даете на вас. А еще я надеюсь, что если Илон Маск запускает ракету на Марс, как вы сказали, то там нас ждет посадочная станция. Потому что если там нет посадочной станции, это не запуск ракета, это выстрел в планету. На вкус-то вода? Может быть, летать и вода? Нет, там уже вопрос, есть ли там вода. Даже пустим, если есть вода, то давай... Вода! Воняет! Знаешь, когда ты кран открываешь, приезжаешь в какой-нибудь Ижевск, гостинин такая, хуй, знаешь, типа... Ну ладно, открываешь там, ну вот, и ты такой думаешь... Что за крангангстера? Ну, типа... За крангангстер? Иди нахуй, блядь! Не надо мыться в этой ракуре! Слушай, ну, я сейчас подумал... Это пошлая шутка, но лучше, когда так с крана, чем с писюна. Писюнгарс как-то? Да, но ты идёшь в туалет... Блядь, даман, унитаз! Вот ты, блядь, я полетался с тобой! Унитаз... Ну, блядь, хватит, ребята! Почему я скрываю ваши разборки? Не, если бы у меня так стреляла с писюна, всё, о чём бы я подумал, а сколько ещё выстрелов осталось? Потому что, очевидно, это какое-то ограниченное количество. Постоянно он так не может делать... Восемь выстрелов, типа! Восемь? За всю жизнь! Да, а ты выбираешь тогда стрельный! Тридцать четыре — рано! Сорок шесть! Не-не-не, ты же не так! Если у тебя всего лишь восемь выстрелов, то ты как снайпер, который, знаете, как в фильмах... Ну ладно, рано! Рано! На выдохе, помните, как в Лионе он учил девочку стрелять? То же самое и здесь ты такой... Рано! Ты учил девочку стрелять... Пойдёте сюда! Давай зайдём дальше, в остановку, я кое-что покажу... Здесь восемь выстрелов! Это ужасно, это всё освободительно! Это отец двоих дочерей! Итак, стоп, премия! Давайте проголосуем! Нужно прямо проголосовать, как вы считаете, потому что мы запутались! Да! Два да! Три да! Четыре да! Четыре да! Да! О, Гусманное смешение! Людмила! Людмила! Нет, или кто-то есть ещё! Ну она сейчас всё тогда... Почему ботинки? Ботинки! Да, есть вопрос у человека, который... Довольно хороший вопрос! Добили ли пять женщин? Не было бы ли вам это приятно? Что, бил ли я когда-нибудь женщин, и если бил, как я себя чувствовал? Никогда не бил женщин, никогда не бил... Не то, что у меня не было возможности... Поверьте, она проходила много раз на грани! Много раз я уворачивался от удара женщин. Правда? Да! Ну, грубо говоря, там, от матери. В целом, когда ты понимаешь, что всё, уже можно бегать, не надо стоять на месте. Ну, то есть, да, грубо говоря, оп-оп, ты понимаешь, что... Мама, ты чего? Блядь, четыре — это нормальная оценка! Ты чё? Я хочу, чтобы ты был лучше! Блядь, мама, там четырёхзначная система оценок! Блядь, я исправлю систему образования! Конечно же, я считаю, что это странная тема, что мы признаём равноправийный полог, но не признаём, что женщин... Но женщин нельзя бить, это очень выгодное положение для женщин, я считаю. И поскольку мы в таких обстоятельствах, я считаю, что у любого закона есть лазейка, поэтому я считаю, что женщин можно бить другой женщиной. Поэтому, грубо говоря, если у тебя от этой женщины есть дочь, то... Доченька, следи за базаром матери, потому что ты тоже в опасности. Диваном можно хуйнуть. Диваном! Если ты в состоянии поднять диван, очень странно, что она доводит до драки. Если ты купил диван, и один занёс его в хату и такой, Лена, куда станешь? Она капец какая вежливая с тобой. Вряд ли она тебе говорит, почему так поздно? Сука, у тебя диван! Диван в руках. Я его оттащил на тринадцатый этаж, с восемнадцатого. Я его пиздил... С другой... С другой стороны, с другой стороны, женщин можно бить, но только один раз. То есть, когда вы планируете расходиться? Ну вы и так расходитесь! Что ты сделаешь хуже? В сикеи, напоследок, ответь в уши! У меня и были бывшие, когда я думал, ну можно было ей всечь. Сейчас уже странно приезжать, такой, эй! Помнишь пять лет назад? И он такая, нихера, прогнали! Я ждал, а это... Я ждал, что ты придёшь. А часы... Бывшая, которая сидит в кресле вот так вот... Самурайский меч, знаете, так... Натачивает, заусенцы снимает. Заусенцы? Да, на мече бывает. Бывал, чистить картошку в армию. Самурайским мечом? Ну да. Вот так хочу. Самурай. Вот есть вот такая... Вот так... Зачем ты так материшься? Зачем ты так материшься? Да я всегда матерюсь. Нет. Это же мнение. Ты думаешь, что так не рассмешишь их? Нет. Серьёзно? Они тупые, они не понимают. Видишь, не смешнутся. Да нет, господи, ну чё? Вас напрягает, что мы материмся? Нет. Нет, мы не материмся. Ты материшься. Нет. Честно, я открыл дверь сердце. Честно, скажем... Может, у меня последнее выступление? Сердце слева. Это печень. Если бы ты один раз сказал что-то сочное, оно было бы действительно... Пиздец ты бы сказал. Один раз. Но это же пома! Я на самом деле из всего этого выдал обычные слова. Рано. Что? А почему? А какая идеальная семья? Такая, бля, миссец, знаешь? Чьи-ка! Как тебе? Что? Думай. Не пробуй, нахуй! Набирай слова в предложение, заранее прокручивай голову. Что? Чтение? Иди нахуй! Кожа храни YouTube! Всё, закончили? Так, ребята... Не, я подумал, что капец, будет странно, когда Илюха всё это смонтирует и выложит, что на какие-то вопросы я такой... Потом говорит, как насчёт бить женщин? Ну, слушай, братан! Я рад, что ты пришёл и задал этот вопрос, потому что мне есть, что сказать по этому вопросу. Да, один да, два да. Про что у нас был разгон? У нас был разгон про то, что... Бить женщин, да. А, бить женщин, да. Бить женщин было смешно. Ееееее, тыща наша! Еее, старайся! Зачем люди делают селфи? Зачем люди делают селфи? Так, зачем люди делают селфи? Чтобы увидеть, как они выглядят в данный момент. Потому что я сейчас не вижу, как я выгляжу. Возможно, я какой-нибудь сейчас однобровый... Такой... Типа... Какой-нибудь... Катерись! Человек... Слушайте, я... А это мой брат такой? Хуяк, я нормальный! Я ничего не могу себе поделать, но сейчас как люблю. Я думаю, давайте попробуем вот так вот. Вспомним уроки юмора, которые проходили в институте комедии... Имени Слава Комиссаренко. Имени Слава Комиссаренко. Но они делают селфи, потому что у них... Есть руки. Я думаю, это определённый аргумент. И они одни. И это одинокие люди. Да. Потому что негде сфотографировать. В тюрьме. В одиночку какую-нибудь там... Ты думаешь... В одиночку дают телефон? Да, у них айфон... Типа он такой ещё... Какой порой он, айфон?! Я тут один! Мне надо сделать селфи! Хэштег тюрьма, одиночество! Не зря убил! Скажу вам историю. После чего я боюсь продавчиц пятёрочки. Это реальная история. Это было в августе. Короче, у меня жена говорит... Хочу арбуз плевать вообще. Это обожают женщины за то, что они просто таки говорят... Делай. И ты такой... И ты почему-то такой... Окей. Потому что можно выйти из дома официально. И короче, эта история... Я пошёл в пятёрочку, не было такого развала. Там арбуз. Колюсь, арбуз килограмм пятнадцать. Ну то есть прям большой. Я кладу... Ну то есть я подхожу, кладу на эту ленту. Она подносит ленту. И я вам отвечаю. Она берёт вот так вот... И потом я такой... И пошёл. Очень сильные руки у неё были. А был он такой... Ты говоришь, да. А где тут вход? Он такой, вход сейчас, секунду. Берёт только здание. Вот. Ты такой... Вышёл такой... Бля, где машина? Секундочку. За асфальт. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Бля, газетка нахуй. Видео встает домой. Бля, в Испанию будет? Секундочку. Бля, там волос вырывает из подноса. Он не плотный, как она. Ух ты. Там же всегда в магазинах есть. РЫВАЧОК! Типа, ну для рыбаков. Три зуба спала за Испанию. Ну кто же за всю там, типа? За Испанию. За самого... Бля, ты бля, смотри. Бля, ты спал, как баб. Ну вот, смотрите, арбуз наспавил, да? Тут вкуснее. Зачем люди делают селфи? Голосуй. Ну мы там это... Перешли за... На педали. На педали. Да, да. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. О, спасибо большое. Хорошего вам настроения вечером.